Может ли одиннадцатизвенное ломанное пересекать каждое свое звено ровно один раз? Тут есть длинное пояснение. Ломанное получается, если не отрывая руку от бумаги, проводить отрезки. То есть ломанное это что-то вот такого типа. Замкнутый ломаный называют ломаную, начало которой совпадает с концом. Ну вот, например, треугольник это замкнутая ломаная. Вот вам, пожалуйста, четырехугольная замкнутая ломаная. Пятиугольная звезда это пример замкнутой ломаной. Вот вам пятиугольная звезда. Она пересекает каждое свое звено два раза. Два ромба дают пример, когда каждое звено пересечено один раз. Но это не ломаная. То есть это на самом деле две разные ломаные. Один ромб это одна ломаная, второй ромб другая. Итак, повторяю, вот вам пример ломаный. Это две ломаные, поэтому в нашей задаче там не считается. И вот вам еще примеры ломаных. Нужно понять, может ли одиннадцатизвенное ломаное каждое свое звено пересекать ровно один раз. Как вы считаете? Можно ли нарисовать такую одиннадцатизвенную ломаную? Я считаю, что нет, потому что одиннадцать не делятся на два. И что? И поэтому они не могут пересекать. А при чем здесь делимость на два? Почему вы думаете, что для того, чтобы ломаная существовала, которая пересекает каждое свое звено по одному разу, обязательно количество звеньев должно делиться на два? Вы это не объяснили? Одиннадцатизвенную ломаную, да? Когда пересекается ломаная, можно сказать, что эта пара образовывается. Молодец. Молодец, совершенно верно. Вот, смотрите. У меня это звено пересеклось с этим. Действительно, можно сказать, что эти два ребра образовали пару. Если бы все ребра были бы пересечены по одному разу, то одиннадцать разбилось бы на пары. Но число одиннадцать невозможно разделить нацело на два. Разумно? Да. Молодцы. Теперь пункт Б. Нарисуйте замкнутую шестизвенную ломаную, которая пересекает каждое свое звено ровно один раз. Нарисуйте замкнутую шестизвенную ломаную, которая пересекает каждое свое звено ровно один раз. задача на геометрическую фантазию надо просто суметь так красиво расположить 6 отрезков чтобы каждый был бы пересечен ровно один раз нет, у вас ничего не получится потому что надо с самого начала рисовать именно ломан не просто отрезки как вы пытаетесь набросать на плоскости отрезки, а именно ломан нужно нарисовать на доске? сначала все тратим, потом на доске ну что, давайте проверять смотрите, у нас вот этот отрезок не пересечен ни разу ну, для начала я, конечно, это не очень отрезок но это ладно а теперь пересечен два раза почему это нельзя было увидеть в тетради? почему нельзя было в тетради увидеть, что есть отрезок, который ни с чем не пересечен у тебя есть отрезок, который пересечен аж три раза садись, пожалуйста это тоже запрещено конструкция не может быть уродливой шесть отрезков это очень небольшое число поэтому конструкция обязательно должна быть достаточно красивой вот, например, смотрите если вы нарисовали первый отрезок второй, третий то я думаю, что уже ничего хорошего не получится почему? потому что есть вот этот вот отрезок который надо пересечь вот этот отрезок уже больше пересекать нельзя и этот отрезок тоже больше пересекать нельзя поэтому когда вы дальше поведете ломану и пересечете этот отрезок то выйти из этого треугольника уже не получится поэтому такая ситуация невозможна отлично мальчик не понял, что такое ломаное он тянул в это время руку это большая проблема что тебе очень важно, что ты первый во всем был я первый отличницы, общественницы, стерви меня не научили быть второй потому что когда я объяснял, что такое ломаное ты тряс руку ну вот и тряси всю жизнь и никогда ничего знать не будешь ребята, ломаное не может быть такой как нам сейчас нарисовали я все-таки продолжу рассказ если у нас есть 6 отрезков то смотрите вот этот первый отрезок не может пересекаться с этим не может пересекаться с этим и как я только что объяснил он даже не может пересекаться с этим и с этим поэтому обязательно должен быть пересечен здесь точно так же этот должен пересекаться с этим а вот этот с этим один я вот в каком смысле нарисовал то есть есть некоторая точка которая на этих двух отрезках но на самом деле это одна и та же точка плоскости то же самое для второго и то же самое для третьего совершенно непонятно как это сделать но тем не менее должно быть именно так в нашей шестизвенной ломаной могут пересекаться только противоположные отрезки вот именно исходя из этого нужно придумать конструкцию нужно представить себе что это из палочки кстати не одинаковой длины одинаковые длины вряд ли у вас получится но важно что каждый отрезок пересекается именно с противоположным в нашем шестиугольном так располагаем шесть отрезков чтобы каждый пересекался с противоположным неизбежным потому что есть непересеченный отрезок нижний отрезок нитки и ещё два раза пересекаться плохо плохо садите Дершина не должна держать на отрезке. Конечно, здесь отрезки нарисованы очень неровно, поэтому давайте я перерисую эту картинку. Значит, вот эти три внешние точки давайте нарисуем достаточно далеко друг от друга. И вот эти вот три нарисуем наоборот поближе и рядышком. Теперь нарисую отрезки вот так. Красивая картинка. Да, картинка действительно красивая. Шесть отрезков. Видно, что это действительно замкнутая, ломаная. И конструкция очень такая изящная, понятная. Три точки внутри, три точки снаружи. И так соединены. Теперь давайте посмотрим, можно ли, исходя из этой конструкции, нарисовать восьмиизвенную ломаную, десятиизвенную ломаную, двенадцатизвенную и так далее. Можно ли как-то изменить. Давайте для этого я сделаю так. Нарисую рядом такую же конструкцию. И попрошу вас чуть-чуть что-то стереть, что-то дорисовать. И чтобы получилось восьмиизвенное ломаное. Оказывается, это возможно. Надо что-то чуть-чуть изменить, чтобы ломаная превратилась бы в восьмиизвенную и десятиизвенную. Понимаете, мы уже знаем, что нечетное количество звеньев невозможно. Потому что, конечно, каждая точка пересечения фактически дает нам пару звеньев. Здесь два, здесь два. То есть количество точек пересечения в два раза меньше, чем количество звеньев. Но как получить десятиизвенную ломаную? Восьмиизвенную. Или восьмиизвенную? Ну, нужно было в целом пять точек и снаружи пять точек. Хорошая идея. Действительно, давайте возьмем снаружи пять точек. Вы хорошо придумали. И возьмем внутри пять точек. Так? Да. Так, а по какому принципу будем соединять? Скрещение. Ну, давайте попробуем вот так. Интересно, получится или нет? Нет, например, я пытаюсь. Вот так, так, так. И так, так. У меня не очень ровно нарисовано, поэтому... Так, смотрим. А что? Получилось сломанное звеньев? Отлично. Значит, десятиизвенную. Кстати, и четырнадцатизвенную также можно. Пожалуйста. Пожалуйста, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, вон, я это понимаю, два раза пересекается. Нет. Это разные звенья. Это разные звенья. Не видишь? Не вижу. Вот это звенья два раза пересекается. Это разные звенья. Это одно звень, это другое звень. Они пересекаются по этой точке. Понятно, что важно, что есть что нечетное. Я хочу, чтобы вы все-таки объяснили мне, как получить восьмидзвенную ломану. Да, пожалуйста. Нарисуй. Здесь у нас шесть. Здесь, конечно, тоже шесть. Но хочется чуть-чуть изменить картинку. Чтобы звеньев стало восемь. И по-прежнему каждый пересекал бы одна. А можно сделать так, чтобы было четыре, и четыре пошли бы ровно? Только что вам объяснили, что нельзя. Понимаете, когда один пассажир спросил у проводника, едет ли этот ход в Берлин, и ему сказали, что он едет вовсе не в Берлин, а в Хабаровск, то не стоит другому пассажиру того же полета спрашивать, а я в Берлин доеду. Знаешь, один раз уже объяснили. Два ромба – это не одна восьмидзвенная ломаная. Не надо ничего заново рисовать. Здесь картинка лебра. Надо стереть там два ребра. Не эти, а нижние. Вот эти? Да. Садись. В тетради нарисована правильная картинка. Не можно догадаться, как ее неломерисовать достойно. Слушай, слово, что ступать на... Каждое звено пересечено ровно один раз. На самом деле, действительно, идея такая. Идея действительно такая. Только чтобы это... Спасибо всем. Чтобы это было понятнее, давайте я... Стираем эти два ребра. Дальше ставим по одной точке. И идем вот таким вот образом. Смотрите. Первая точка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Между прочим, не обязательно было ограничиваться таким количеством. Смотрите, что можно было сделать из шести. Стираю вот эти вот два ребра. И ставлю больше точек. Ну, например, три штуки добавлю с каждой стороны. Смотрите, что сюда, сюда, сюда и сюда. И здесь наоборот. А ну один? Ого! Нет, ответ на один, но это очень понятная конструкция. Давайте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот так выглядит двенадцатизвенное ломанное, которое пересекает каждое свое звено ровно один раз. Можете их еще? Что повторить? У меня другой. Там же уже в другом здании. Понимаете, во время занятия надо хоть немножко смотреть на доску. То, что у вас в тетради обсуждалось минут пятнадцать назад. До вас, как до жирафа, это только сейчас дошло. В книге об этом написано. Почему? Почему, если вы не уважаете других людей, почему они должны уважать вас? Если вам лень прочитать в книжке абзац, если вам лень просто слушать то, что происходит на уроке... Я не принимаю туда.